Вопрос поддержки мобилизованных и их семей остается одним из наиболее актуальных на сегодняшний день. В Одинцовском округе активную деятельность в этом направлении ведут пункт сбора гуманитарной помощи, общественные объединения и волонтерские организации. Центр поддержки семей мобилизованных за период своего существования принял и отработал более полутора тысяч обращений. С самого начала работы центра больше была такая очная работа в центре, где приглашали специалистов из управления образования, центра социальной поддержки, юристы, психологи и так далее. Сейчас больше это, конечно, такая адресная помощь, проактивная. По тем имеющимся контактам сотрудники центра обзванивают семьи и в режиме такого диалога получают обратную связь по тем проблемам или вопросам, которые возникают. По инициативе главы округа Андрея Иванова на территории муниципалитета в качестве дополнительной меры поддержки с 15 декабря прошлого года ввели специальные карточки, по которым семьи бойцов могут получать привилегии в парках и музеях округа. На сегодняшний день выдано более 200 карт. Ведется активная работа по привлечению новых участников программы, в том числе аптечных и крупных продовольственных сетей. Помощь оказываем самую разную. Это и доставка продуктовых наборов, и покупка нестандартных лекарств, помощь с переездом, помощь с ремонтом. Сейчас мы подключаем к нашей программе, к нашей карте ряд аптек и магазинов, и владельцы карт будут иметь в них достаточно серьезные скидки. Андрею еще наша инициатива понравилась. Он сказал, что правительство региона подумает над тем, чтобы внедрить такую карту на уровне московской области. Таким образом, мы видим, что наша практика признана успешной и будет тиражироваться в Подмосковье. С марта 2022 года в Одинцовском округе ведется активная волонтерская деятельность. За это время оказана весомая помощь госпиталям, воинским частям, гражданскому населению. В зону спецоперации отправлены многотонные грузы с гуманитарной помощью – продуктами питания, медикаментами, теплыми вещами, товарами первой необходимости. За весь период более 250 тонн собраны и отправлены в зону СВО. Также около 150 тонн отправлены жителям на вновь освобожденные территории и также в пункты временного размещения. В эту цифру также входит оказание гуманитарной помощи беженцам, которые находятся у нас в округе. Тесная связь волонтеров с командованием на местах позволяет быстро реагировать на каждый запрос. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня помогает нашим участникам спецоперации и их семьям, мирным жителям на освобожденных территориях. Вы реальная, настоящая наша гордость и делаете огромное, очень важное дело. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok